МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях региона. Маски снимать рано. В Миндраве разъяснили, почему важно соблюдать ограничительные меры. Дороги и мосты в правительстве обсудили планы развития дорожной сети республики. Берегите природу! Лицеисты из Новочебоксарска стали призерами Международного инженерного чемпионата. 15-летний подросток утонул в Волге у Новочебоксарска. Трагедия произошла днем около шлюзовых каналов недалеко от ГЭС. Несовершеннолетний пришел на Волгу с друзьями. Подростки решили искупаться в неположенном для этого месте. По предварительной информации, ребенок вместе с своими сверстниками находился на бетонированном берегу и в ходе попытки зайти в реку упал и утонул в нескольких метрах от суши. Отмечаем, что данное место не было оборудовано для купания людей. В прокуратуре Чуварской республики по данному происшествию организованы проверочные мероприятия, которые были поручены прокуратуре города Новочебоксарска. В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности как органов местного самоправления, так и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение подростка в указанном месте. Кроме того, будет проведена проверка условий жизни несовершеннолетнего и наличие за ним надлежащего родительского контроля. Проциальная проверка, проводимая следственными органами, взята прокуратурой на контроль. По данным МЧС Чувашии, в республике только за два месяца на воде погибли 20 человек. Я вам настоятельно рекомендую побольше разговаривать, беседовать с детьми, как себя вести на улице, в местах отдыха, на берегу водоема, в воде. И настоятельно рекомендую, советую детей без сопровождения взрослых не отпускать на берег водоема для купания. Даже находясь вместе с детьми на берегу при купании, пожалуйста, внимательно следите за детьми. 4 186 заболевших и 2 161 выздоровевший. Такую статистику дает сегодня Минздрав республики. С прошлой недели количество заболевших каждый день идет на убыль, но ограничительные меры никто не отменял. Неудобно, жарко, да и вообще сейчас многие ходят без масок. И это в то время, пока люди в белых халатах самоотверженно борются с пандемией. Почему-то люди решили, что самое страшное позади. А между тем, республика пока не может выйти на первый этап снятия ограничений. Из трех критериев два уже соответствуют стандартам, а вот с третьим проблема. Первый показатель – это коэффициент распространения инфекции, который может в течение длительного времени удерживать до единицы. При нормативе не будет единицы. На сегодня он составляет у нас 0,94. Второй показатель – это у нас коэффициент тестирования на 100 тысяч населения. Рекомендованный показатель – 70 на 100 тысяч населения. У нас на сегодняшний день 139,9 на 100 тысяч населения. То есть мы держим его на высоком уровне, обследуем пациентов в достаточном количестве, в огромном количестве. И являемся по этому показателю одним из лучших в России, не только при лучшем в федеральном округе. Ну и третий показатель – это процент свободного коечного фонда. Коечный фонд пока свободен только на 31%, при целевом показателе – в 50%. По поручению главы Республики, Минздрав проверил, по каким показаниям происходит так называемая ковидная госпитализация. И всегда ли она оправдана. Когда возникает первая клиника заболевания, это какая-нибудь, значит, небольшая температура 37-37,5, возникает какое-то недомогание. У людей первый диагноз – коронавирус. То есть люди абсолютно напрочь забыли, что они имеют право болеть и ОРЗ, и ангины. Как бы-то и столкнулись, может быть, изначально, то есть переполнение коечного фонда. Именно из-за этой ситуации, когда пациент из внутреннего приема покоя, то есть упирается в косяк двери, я никуда не уйду, пока меня сегодня не положите, хотя его в состоянии позволяет, то есть он не нуждается в стационарной помощи. На той неделе выписывали около 50 пациентов в день. Вчера выписаны уже 170 человек. Положительная динамика налицо. Цифра, когда количество выздоровевших и выписанных пациентов из стационара превалировало над количеством дегреставризированных пациентов, она уже отмечалась на протяжении прошлой недели в течение 3-4 дней. Это положительная тенденция, это положительный момент. Те, у кого заболевание проходит в легкой форме, лечатся на дому. Но это тоже специализированное лечение. Таких сегодня в республике 409 человек. Такой стационар предусматривает обеспечение пациентов лекарствами, а лечащий врач получает заработную плату. Но даже если человек переболел и сейчас здоров, игнорировать социальное дистанцирование нельзя, утверждают врачи. Вирус недостаточно изучен и неизвестно, чего можно от него ожидать. Мы понимаем, что риск инфицирования, он сохраняется. Поэтому призываю все население, всех наших граждан соблюдать все меры предосторожности. Это обязательное ношение масок и ношение перчаток. Ношение маски, оно предусмотрено таким образом, чтобы она закрывала и рот, и нос. По мнению экспертов-иммунологов, антитела дают о себе знать после 4 недель с момента выздоровления. Поэтому тесты иногда проверяются так долго. Сейчас специалисты определили порядок прохождения тестов и сроки их подтверждения. Особое внимание уделяется районам, в которых зафиксирована высокая заболеваемость. Кстати, по данным министерства, за прошлую неделю работа мобильных бригад дала положительные результаты. Муниципалитеты стали выходить из красной зоны. Татьяна Трофимова, Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Пандемия коронавируса отразилась на многих сферах жизни россиян. В первую очередь пострадал малый бизнес. Предприниматели несут огромные убытки. Как помочь им, говорили на заседании оперативного штаба по экономическим вопросам. В числе самых пострадавших предприятий общепита, сферы услуг и торгово-развлекательные центры. Для них предусмотрены меры поддержки как на федеральном, так и региональном уровне. Для субъектов малого и среднего предпринимательства снижены налоги до минимальных значений по специальному режиму налогообложения. Освобождены субъекты хозяйственной деятельности от оплаты арендных платежей на имущество государственной собственности и за аренду земли, которая находится в государственной собственности. Бизнесмены могут обращаться за микрозаймами и реструктуризацией кредитов. Некоторые уже воспользовались субсидиями на зарплату сотрудникам в размере МРОД. Поступило 22 103 заявления. Из них одобрено свыше 17 тысяч. Сегодня это затронуло свыше 30 тысяч работников. Будут получены 461 миллиона рублей. На 15 число выплаты состава 369 миллионов рублей. Еще одна мера поддержки, которая помогает в эти дни предпринимателям удержаться на плаву – ликотный кредит по 2%. В Сбербанк поступило действительно очень много заявок. Почти полторы тысячи заявок рассматривалось. И количество работающих мест на этих предприятиях почти 26 тысяч. Значит, совокупная сумма заявок – 2 миллиарда 400 миллионов рублей. 445 организаций уже подписали кредитные договоры. Республика приняла решение о докапитализации гарантийных фондов и микрофинансовых организаций. Из всех источников туда будет направлено 1 миллиард 200 миллионов рублей. На сегодня первое соглашение с Минэкономразвития подписано. Власти республики мониторят ситуацию на предприятиях и помогают им войти в федеральный перечень системообразующих, чтобы получить федеральную поддержку. Главная задача – как можно скорее вернуться на исходные позиции, а потом и к росту. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. Приближается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В числе ключевых изменений – ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и запрет на иностранное гражданство для представителей власти. Также в обновленной Конституции предлагается закрепить соблюдение социальных гарантий. Они обеспечат минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, регулярную индексацию пенсий и социальных выплат. 75-я статья обещает создание условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. Ознакомиться с полным текстом поправок можно на сайте Государственной Думы страны. Наши корреспонденты вышли на улицы города, чтобы узнать у горожан, какие поправки в Конституцию они считают наиболее важными. То, что Россия должна быть единой и целостной. Честно сказать, я не с каждой поправкой согласен, однако важнейший из них я считаю как раз ежегодную индексацию пенсий, социальных выплат и, опять же, гарантия того, что минимальный размер оплаты труда будет не меньше прожиточного минимума. Мне вообще без разницы на самом деле. Там защита все-таки идет, народа, особенно пенсионеров, все, что для нас. Выбирать надо, чтобы все хорошо, красиво было. Избирательные участки будут открыты для голосования с 25 июня по 1 июля. Граждане, у которых не будет возможности прийти на избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в избирательную комиссию по месту жительства или передать просьбу через родственников. Голосование будет происходить на лестничной площадке с соблюдением санитарной дистанции. Члены комиссии также предоставят и одноразовые средства индивидуальной защиты. Евгений Романов, Бахтияр Велиев, Республика. Состояние дорог и транспортное обеспечение Республики обсудили сегодня руководители Организации транспорта и дорожного хозяйства региона. Общая протяженность автомобильных дорог в Чувашии на 1 января 2020 года составляет 12 560 километров, из которых нормативным показателем соответствует 4139 километров или 33%. Из 109 мостов региона 67 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Более тысячи сел и деревень не имеют автомобильных дорог с твердым покрытием. Решение данных вопросов планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального проекта «Мосты и путепроводы», федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Необходимо ответить, что реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжится до 2024 года. Важным проектом для республики является строительство автодороги в обход Ядрина, так как действующее проходит по городу и большой трафик отрицательно влияет на экологию. Безопасность дорожного движения и состояние самого полотна считают в профильном ведомстве. На завершение объекта необходимо около 540 миллионов рублей. Средства поступят из федерального бюджета. А пока дороги региона строятся, перевозчики пассажиров терпят убытки, пытаются остаться на плаву и сохранить штат. Основная проблема – падение спроса на их услуги с наступлением пандемии. Немало средств уходит и на дезинфекцию транспорта – по 200-300 тысяч в месяц. В апреле было 84% падения, это в денежном показателе. В мае – 73%, в июне с 1 по 14 число – 64% падения. По пассажиропотоку от 82 и до 62, соответственно. И у нас, скажем так, от 70 до 100% в некоторых позициях до 100% просто перестают поступать денежные средства. А содержать коллектив мы должны. Существует проблема в сфере транспортной отрасли по лизинговым платежам. Вообще правительство Чуваши и администрация города, она планирует разработать проект на возмещение части затрат. За кредитом вы обратились? Да, мы как бы обращались, меры финансовой поддержки. Спасибо Сбербанку, огромное спасибо, что они нам каникулы дали. Смотрите, Виталий Игнатьевич, по лизинговым платежам мы и дальше будем работать, чтобы и каникулы и все остальное. Но смотрите, вот эти кредитные ресурсы, которые по 2%, которые вам выделяются, если вы получите их, вы их сможете списать через полгода согласно решению президента, если вы сохраните соответствующую вашу штатную честь. Правильно же, да? И деньги вы можете направить, в том числе, на решение вопросов лизингового платежа. Здесь они не целевые. Понимаете, да? Поэтому в данном случае форм поддержки много. Давайте мы с вами будем работать и двигаться. Ориентироваться на федеральные меры поддержки посоветовал и исполняющий обязанности министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Если же их будет недостаточно, поддержку окажут на уровне региона. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. Правительство оплатит 60% расходов вместо 30% при переводе машин с бензина на газ. Субсидии правительства предназначены для физических лиц и малого бизнеса, занимающихся переводом автомобилей. Это, по мнению министра энергетики страны Александра Новака, позволит им сэкономить 4-5 миллиарда рублей. Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей дочки. «Газпром» – газомоторное топливо. Это основной поставщик газа для транспорта. Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ. Переход на использование газомоторного топлива может снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель на 60-65%. В республике в 2020 году необходимо построить 3 АГНКС и переоборудовать 595 транспортных средств. Одну из них построят на трассе М7 «Волга» в Козловском районе, другую на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе, третья планирует в Чебоксарском районе. На 2021 год в планах еще две заправочные станции. В рамках реализации госпрограмм по развитию рынка газомоторного топлива в 2020 году на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа предусмотрено средства из республиканского бюджета Чувашеской республики в размере 120 миллионов рублей. В том числе за счет федерального бюджета – 112 миллионов и 8 миллионов рублей. Команда энергокласса из Новочебоксарского лицея номер 18 завоевала второе место в финале школьной лиги международного инженерного чемпионата «Кейс-Ин». В этом году он прошел в онлайн формате. Все команды-призеры получат дополнительные баллы при поступлении в 19 вузов России. 48 команд из разных регионов России соревновались между собой. 10 из них – из энергоклассов «Русгидро». Ученики старших классов формировали группы по 3-4 человека. Итоговые работы финалистов школьной лиги посвящены внедрению экологических решений на предприятиях промышленности. Задача была проанализировать предложенную в «Кейсе» проблемную ситуацию и предложить выход. Нашей команде достался «Кейс-круговорот углеводорода в быту и промышленности». В задании «Кейс» нам нужно было составить преференции для этой экономической зоны, разработать всякие такие фишечки, чтобы привлечь молодежь правильно сортировать мусор, утилизировать его. Также нужно было нам придумать замены полиэтиленовым упаковкам. То есть, например, в моей части задание было то, что я должна была разработать дизайн упаковок и замены полиэтиленовым целлофаном. То есть, многоразовые воски, которые когда-то давно мы использовали, все-таки возвращаются в нашу современную жизнь. И мы немножко усовершенствуем. Это уже не первый успех учащихся энергоклассов «Росгидро» из Чувашии на чемпионате. В прошлом году команда региона также заняла призовое место в финале. Тогда новочебоксарцы стали вторыми. Команда из города «Спутника» хочет и на следующий год принять участие в конкурсе в том же составе, чтобы внести свой вклад в природоохранную деятельность. Я считаю, что в наше время эта тема затронута не зря, потому что сейчас люди начинают уже задумываться над проблемами экологии. И этот кейс заставляет детей, подростков, также задумываться над этим, придумывать пути решения. В Чувашии снимут документальный фильм о местных православных святынях. Премьера запланирована на август. Картину можно будет увидеть на каналах «Спас» и «Союз». Жители республики смогут посмотреть фильм также на большом экране в рамках Чебоксарского кинофестиваля. Съемки документального фильма «Святыни Чувашского края» пройдут в Веденском кафедральном соборе в Чебоксарах. В двух монастырях столицы республики – Свято-Троицком на набережной и Спасо-Преображенском на Владимирской горке. Также съемочная группа посетит храмы Мариинского посада и села Кушниково, Троицкий собор в Ядрине, Тихвинский Богородицкий женский монастырь в Цивильске, обители и храмы АллатРа. Региональный центр по хоккею откроют в День республики. Строительство спортивного сооружения уже завершилось. Торжественное открытие состоится 24 июня в рамках празднования столетия Чувашской автономии. Он станет филиалом 4-й республиканской школы Олимпийского резерва, базирующейся в Новочебоксарске. В спортивном комплексе есть все необходимые помещения – разминочный зал, раздевалки, санитарные комнаты. Для любителей массового катания в здании организуют прокат коньков, будет работать гардероб. Каток оборудован современной аудиосистемой. Столица Чувашии готовится ко Дню республики. Улицы города украшают к празднику. На главных проспектах города устанавливают флаги с символами юбилея, баннеры и другие объекты. Транспортные кольца украшены цветами. На улицах Чебоксара появились выставки проекта «100 выдающихся людей Чувашии». Особое внимание жителей и гостей столицы должен привлечь арт-объект у монумента матери-покровительницы. Там будет установлен цветник с изображением карты Чувашской республики и циферблатом. Горожане к визуальным переменам относятся положительно. На второй праздничной площадке в Красных Читаях работы по благоустройству Площади Победы подходят к концу. И торжественные мероприятия пройдут, как и было запланировано. Это были новости вторника. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин